Часто этот бизнес называют бизнесом 21 века. В мире 57 миллионов человек уже участвуют в этом бизнесе. И эта цифра в России составляет 2,5 миллиона человек. Каждый из нас может заниматься этим бизнесом, потому что этот бизнес не требует больших стартовых вложений, наемного персонала, специального оборудования. И его можно везти из дома. Каждые 10 минут эта индустрия дает одного долларового миллионера. Как называется этот бизнес? Это многоуровневый или сетевой маркетинг? Как большинство россиян представляют себе этот бизнес? Давайте посмотрим. Ну, на мой взгляд, это надувательство. Обыкновенная пирамида. Кто наверху, тот и съел, кто внизу, тот ничего не получил. Кто-то это называет шарлатанцем, кто-то называет это продвинутой технологией. Как подходить с разных сторон? У меня такое среднее отношение, взвешенное. Надо руками пощупать для того, чтобы знать. Все сравнение познается. У нас все понятия, которыми вы пользуетесь, кстати говоря, маркетинг, бизнес и так далее, они у нас изначально извращены. Ну и, собственно, любой маркетинг, да, в любой маломальской нормальной компании, он является многоуровневым. Да, большинство россиян именно так представляют себе многоуровневый маркетинг. Что это надувательство, что это люди, которые ходят с некачественным товаром по домам и обманывают пенсионеров. Ну и еще, конечно же, это стандартное возражение, это пирамида. Александр Тележников. Успешный предприниматель, бизнес-тренер, автор книг и обучающих видеофильмов. Александр является автором книги «Бизнес с нуля» или «Путь к финансовой свободе», на данный момент проданной тиражом более 10 тысяч экземпляров. Александр помог сотням людей создать собственный успешный бизнес. Давайте разберемся, почему в России сложился миф о том, что многоуровневый маркетинг – это надувательство. Александр, на ваш взгляд, вот как эксперта, почему в России сложилось негативное отношение к сетевому бизнесу, к сетевому маркетингу? И почему многие люди не воспринимают его как бизнес? Причина первая. Когда сетевой маркетинг появился в России, то первые сетевики скопировали стиль работы американских и израильских сетевиков. Вы наверняка помните людей со значками «хочешь похудеть? Спроси меня как», которые стояли около метро, приставали к людям, показывали свои фотографии до и после. Это не наш стиль. На российский менталитет он не лег и вызвал, естественно, сопротивление. Александр Синомати – педагог, психолог, бизнес-тренер. В сетевом маркетинге с 1994 года работал консультантом, редактором журнала, руководителем отдела обучения и развития различных сетевых компаний. В настоящее время генеральный директор Международного института психологии и лидерства, издатель журнала «Синомати», сетевой маркетинг и прямые продажи. Сетевой маркетинг предполагает отсутствие фильтров на входе. Если в любую компанию, чтобы устроиться, вы должны пройти отдел кадров или HR-отдел, вас там будут спрашивать, кто вы, что вы воспринимает на работу, то в сетевом маркетинге подписать соглашение с компанией может абсолютно любой человек. С одной стороны, это здорово. С другой стороны, в этот бизнес приходят абсолютно разные люди. И в первые годы в этот бизнес потянулись люди, которые очень быстро поняли, что здесь можно заработать денег, и при этом это были люди, не отягощенные какими-то морально-этическими принципами. Они увидели только арифметику этого бизнеса. И они начали очень агрессивно приглашать людей в этот бизнес. Их задача была подписать как можно больше и получить первый взнос. С другой стороны, в это же самое время, в этот бизнес пришли люди, которых я бы так определил, с пограничным состоянием психики. Люди не очень удачливые, люди не очень успешные в жизни, не обладающие большими талантами и способностями. Люди, которые жили и живут в ожидании чуда. И спрос на чудо получил тут же свое предложение. Эти люди встретились и первые активно начали рассказывать другим, что чудо возможно. Достаточно подписать некую бумажку и заплатить некую сумму. И моментально их жизнь изменится к лучшему. А на самом-то деле этот бизнес предполагает систематические действия. Приглашение, обучение, мотивация. И вот когда эти люди в ожидании чуда, они поняли, что чудо не произошло в очередной раз, они сделали вывод, что их обманули. Они ушли и начали нести негатив. Этот негатив с удовольствием подхватили журналисты. И во всех средствах массовой информации появились негативные статьи о том, что вот очередной раз народ обманули. Вторая причина заключается в том, что общество, по моему убеждению, очень боится сетевого бизнеса. И я могу объяснить почему. Дело в том, что помимо того, что сетевой бизнес – это альтернативная форма распространения продукции, это еще и альтернативная форма выстраивания производственных отношений. И она в какой-то степени перечеркивала, обесценивала всю ту систему отношений, которая формировалась столетиями. Смотрите, столетиями вырабатывались правила между работодателем и работником, между работниками по горизонтали, по вертикали. Чтобы пройти по карьерной лестнице, нужно было потратить много времени, усилия, приложить какие-то, так сказать, вот всевозможные усилия и так далее. И тут появился сетевой маркетинг, в котором все оказалось по-другому. В котором, оказывается, для того, чтобы зарабатывать деньги, не нужно ходить каждый день на работу. Это настолько хорошо, что этого не может быть. И легче сказать, что это жульничество, обман, пирамида и все что угодно, чем присмотреться к этому и понять, что в этом что-то есть. Александр, вот многих волнует вопрос, есть ли перспективы у сетевого бизнеса в России или уже все-таки поздно начинать, насыщение уже достаточно большое. Я думаю, что сейчас именно время начинать. Могу аргументировать. Сейчас подходит к концу, да я думаю, что подошел к концу этап дикого развития сетевого маркетинга. У меня такое впечатление, что все ошибки, которые могли мы совершить, мы уже сделали. Вот все, что мы могли накосячить, мы уже накосячили. Вот сейчас стало понятно, как этим бизнесом заниматься. Сейчас в сетевом маркетинге огромное количество лидеров, которые добились успеха и которые могут этот успех описать и передать этот алгоритм другим людям. Есть очень сильные отечественные школы сетевого маркетинга. И люди, которые сейчас приходят в бизнес, я думаю, что им будет гораздо проще. Им не нужно будет открывать велосипед. И кроме того, у меня есть любимое выражение Джона Каллинча, который писал о том, что сетевой маркетинг, как и любая возможность, проходит три этапа в своем развитии. На первом этапе вообще никто не верит, что это возможно. Все смеются, говорят, о, такого не может быть, потому что не бывает никогда. Потом наступает второй этап. Этой возможности начинают противостоять. Появляются статьи в газетах, передачи на телевидении, в которых говорят, что это жульничество, пирамида, что это вообще, вот этим не надо заниматься и так далее. И, наконец, наступает третий этап, когда люди, которые отрицали эту возможность, приходят и говорят, слушайте, интересно, а что это у вас? А меня не возьмете? Когда я снимал этот фильм, я поставил перед собой задачу развеять каждый устоявшийся миф о сетевом маркетинге. Давайте посмотрим, что говорят об этом бизнесе известные мировые инвесторы и экономисты. Один из лучших авторов по версии «Нью-Йорк Таймс», автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киосаки говорит, «Многоуровневый маркетинг является единственным бизнесом, который помогает людям каждый день приближаться к своей мечте о финансовой свободе, становясь владельцами своего бизнеса. И, что более важно, вы сами ответственны за свою судьбу». Инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт часто приобретает компании многоуровневого маркетинга. Так он высказывается о своих приобретениях. «Это самая умная инвестиция, которую я когда-либо делал». Уоррен Баффетт – один из богатейших людей мира. Он стал богатым благодаря инвестициям и покупке компаний. Денис, я знаю, что ты 9 лет занимаешься бизнесом многоуровневого маркетинга. И почему ты занимаешься этим бизнесом? Какие видишь перспективы? В свое время, как раз именно 9 с лишним лет назад, я решил открыть бизнес и начал рассматривать просто разные варианты открытия бизнеса. Я увидел для себя три варианта открытия бизнеса. Первый вариант – это традиционный бизнес. Второй вариант – это франчайзинг. И третий вариант – это многоговорный маркетинг. Но в свое время я в индустрию многоговорного маркетинга мало того, что не верил. Я даже представлял искаженно. Я был негативно настроен по отношению к этой индустрии. Когда я стал разбираться вообще, разбираться именно в этих вариантах открытия бизнеса, я увидел для себя то, что традиционный бизнес – это достаточно трудоемкий процесс. Его достаточно сложно организовать. И он требует очень много разных инвестиций и так далее. То есть, если посмотреть, то в традиционном бизнесе необходимо что? Это аренда складских помещений, это аренда офисных помещений, это аренда торговых помещений. То есть, это уже изначально какие-то большие достаточные инвестиции. И не факт, что вы будете получать прибыль. В традиционном бизнесе что нужно? Набрать сотрудников. И, как правило, квалифицированные специалисты – это одна из самых важных проблем. Традиционный бизнес связан с большими рисками, потому что не всегда получается правильно выбрать тот продукт, который будет действительно продаваться, который будет конкурентоспособным на текущем рынке. Сами вы представляете реально, что конкуренция на нынешнем рынке очень большая. Что франчайзинг? Действительно, компании предлагают очень интересную систему. Они предлагают поддержку людей. Они предлагают какие-то бренды свои. Франчайзинг, как правило, это большие очень инвестиции. То есть, как правило, это десятков тысяч условных единиц. И далеко не у каждого человека могут найтись такие инвестиции. И вот, так скажем, девять лишних лет назад меня пригласили в компанию многоверния маркетинга. Пригласил меня в эту компанию мой друг, с которым мы учились вместе за одной партой в школе. Он просто мне рассказал о перспективах. И самое интересное произошло то, что в течение года я рассматривал этот вариант и рассматривал его с точки зрения негативной стороны. Но потом я все-таки задумался, почему же этот человек действительно работает в этом бизнесе, что его там привлекает. Я увидел для себя, разбираясь в этом бизнесе, я увидел для себя то, что этот бизнес действительно очень интересный. И он совершенно не такой, как думают о нем люди. Мне за 9 лет не потребовалось снимать офисы, мне не надо снимать складские помещения. То есть, мне надо инвестировать огромную сумму денег в это, во все. Потому что в любом месте я могу организовать свой офис. Мало того, что даже сейчас, сидя в кафе, я могу заниматься своим бизнесом. Потому что у меня есть здесь интернет, я могу работать через интернет. Я могу организовать свой бизнес у себя дома, не выходя из квартиры. И на самом деле на Западе этот бизнес позиционируется как домашний интернет-бизнес. Многоворный маркетинг, он позволяет возможность открыть бизнес действительно с очень небольшими инвестициями. И получается, что это действительно бизнес народный, так скажем. Мне не надо нанимать наемных сотрудников. То есть, у меня их просто нет. За 10 лет работы я ни разу никого не приглашал на работу. Мне не надо платить этим людям. У меня нет никаких финансовых отношений с моими бизнес-партнерами. Потому что все финансовые отношения делает сама компания. мне не надо вести бухгалтерию, мне не надо вести учет. Потому что все это делает компания сама. Следующее. Доставка продукции. То, что, как правило, страдает в традиционном бизнесе, это доставка в другие регионы. Как это сделать? Потому что это огромная головная боль. В этом бизнесе эту функцию берет на себя сама компания. То есть, она доставляет во все регионы. И сейчас, допустим, если брать, моя компания доставляет по всей территории, мало того, что в России, но еще по всей территории СНГ. Люди сами могут заказывать продукцию, сидя дома, в принципе, в онлайн, то есть в интернете. Они могут делать заказы. И я даже не знаю, где и когда они, и на какую сумму они делали заказ. Но самое интересное, что в конце месяца фирма просто подсчитывает объем продаж, сделанный всей моей организацией. Для меня это огромное удобство, потому что у меня в этом случае появляется и время, и я свободный человек. То есть, у меня свободный, я веду свободный стиль жизни. То есть, мне не надо бежать, вставать с утра, бежать куда-то на работу. Мне не надо никого ругать, никого выгонять. У меня нет людей, которые вдруг нечаянно заболели, которые вдруг нечаянно забеременели и так далее. То есть, мне просто надо найти людей, которые поймут, которые захотят понять эту перспективу этого бизнеса и которые ведут для себя какие-то действительно возможности. И вот с этим, этих людей я просто в дальнейшем обучаю. Но эти люди являются для меня бизнес-партнерами, но никак не наемными сотрудниками. Как ты считаешь, как мышление влияет на результаты в бизнесе? Очень важно поменять именно мышление. То есть надо стать позитивным человеком и надо стать человеком, который действительно поймет, что надо работать на себя уже. Что пришло время, когда надо работать на себя. Потому что смотрите, век глобализации, век глобализации экономики. И смотрите, какой, допустим, в данный момент сейчас идет огромный финансовый кризис, мировой финансовый кризис. И сокращается огромное количество людей. Поэтому я считаю, что именно во время кризиса это действительно один из самых перспективных видов бизнеса. Это простой, не требующий специального оборудования бизнес. Идеальный способ для миллионов людей получать дополнительный доход, работая в свободное время, не бросая свою работу. Этот аспект сетевого маркетинга освещен в книге известного автора и финансиста Дэвида Баха. Прелесть сетевого маркетинга в том, что все сделано для вас. Все, что вам нужно сделать, это найти солидную компанию, чьи продукты или услуги вам нравятся. И вы в них верите. Как только вы находите эту компанию, ее инфраструктура становится вашей. И вам не надо ничего разрабатывать. У них уже есть и помещение, и бизнес-план. Почему такие известные компании используют многовольный маркетинг для продвижения своей продукции? Давайте посмотрим, почему. Производитель произвел товар. Он затратил на производство деньги, это себестоимость товара. Дальше производитель добавляет свою прибыль, и это получается отпускная цена производителя. Дальше у производителя задача доставить товар до потребителя. Это он может сделать двумя способами. Итак, давайте рассмотрим эти способы. Первый способ – это классический способ, это розничная торговля. Производитель, потребитель. И как в классическом способе товар доходит до потребителя. На пути движения товара находятся несколько посредников. Это крупный оптовый посредник, средний оптовый посредник, мелкий оптовый посредник, телевизионная реклама и, естественно, наценка магазина. Каждый из посредников в стоимость товара закладывает как минимум 30% своей прибыли плюс накладные расходы. Это что, погрузка, разгрузка, аренда офиса. Причем все посредники свои 30% накручивают на проценты предыдущего посредника. В этом способе реализации получаются очень большие накрутки. Если сравнить стоимость товара на заводе и в магазине, иногда переплата потребителя составляет от 700 до 1000%. Если что-то на заводе стоит 1 рубль, до нас оно доходит уже 10 рублей. Представьте 1000% только на прибыль посредников. Что делает фирма, которая переходит на многоуровневый маркетинг? Она отказывается от услуг всех посредников. Фирма сама изготавливает, упаковывает, транспортирует, растомаживает, хранит, ведет учет выдачи. Накладные расходы, которые были у посредников, остаются, но отсутствует прибыль этих посредников. На схеме видно, что это 5 раз по 30%. Куда фирма направляется сэкономленные деньги? Одну из 30% она убирает, и продукция фирмы получается дешевле, чем аналогичная у конкурентов в магазине. Далее, чтобы продвигать свои продукты, компания находит дистрибьютора. Компания многоуровневого маркетинга предлагает дистрибьютору организовать товар для нее. Поэтому следующие 30%, которые все равно уходили в оплату посредникам, они отдают дистрибьюторам, своим единственным посредникам на розницу. Дистрибьютор покупает продукцию компании по оптовой цене, и в случае ее личной продажи получает эти 30% дохода. Компания многоуровневого маркетинга понимает, чтобы продать больше своей продукции, им нужно больше дистрибьюторов. Компания дает возможность дистрибьютору находить других дистрибьюторов и говорить ему, что будет платить за нахождение и обучение других дистрибьюторов. А это следующие 30%, которые они сэкономили, отказавшись от услуг посредников. Все остальные деньги остаются фирме. Часть этих денег, которые остаются фирме, они бросают на научное сопровождение, на разработку новой продукции. У них есть деньги оплатить лучшим лабораториям мира, нанимать лучших специалистов, покупать самое современное оборудование для производства своей продукции. И я знаю, когда компании, которые использовали многоуровневый маркетинг, достигали товарооборота в 1 миллиард долларов просто за несколько лет. В традиционном, в классическом способе реализации это практически невозможно сделать. Поэтому этот способ сбыта очень эффективен. И очень многие компании начинают его использовать, и этот тренд только начинается. Сергей, добрый день. Спасибо, что согласились на это интервью. Сергей Всехсвятский. Занимается сетевым бизнесом с 1990 года. Имеет обширный опыт независимого дистрибьютора, лидера международной организации, аналитика сетевого маркетинга. Известен как один из самых популярных авторов и тренеров сетевой индустрии в странах СНГ. Кавалер ордена имени Карла Оренборга за вклад в развитие сетевого маркетинга. Сергей, как на ваш взгляд, почему компаниям, которые используют сетевой маркетинг для продвижения своей продукции, это выгодно? Если компания хочет внести на рынок какой-то новый продукт или услуга, допустим, вот сейчас пример, который буквально на прошлой неделе я узнал, что один из украинских мобильных операторов, который работает с услугами 3G, он создал сетевую компанию для продвижения своих услуг. То есть, с одной стороны, мобильная связь – это что-то уже сложившееся, но появилась новая услуга, появилась новая концепция, и сразу же была создана сетевая компания для продвижения этой концепции. Вот в этом основная выгода. Продвижение классическое требует огромных инвестиций со стороны компании, а продвижение сетевого позволяет приучить рынок нового продукта или услуги с значительно меньшими затратами. В этом выгода со стороны компании. Почему общество на данный момент не воспринимает сетевой маркетинг как серьезный бизнес? Общество еще и индивидуальный бизнес не очень хорошо воспринимает. К сожалению, 70 лет существования вне бизнес-культуры не могут быть выправлены даже за 15-20 лет, которые прошли с того момента, когда это закончилось. До сих пор огромное большинство людей воспринимает бизнес как что-то, что происходит не с ними. Кто-то, где-то, непонятно как, создает какие-то огромные бизнесы, и люди относятся к этому с подозрением, с настороженностью. Они не отождествляют это с собой. Когда как на Западе, наоборот, существует огромная культура малого бизнеса, что еще в подростковом возрасте люди создают какую-то маленькую бизнес-компанию и что-то там продают, лимонад или разносят пакеты. То есть там это намного более нормально, естественно. Я думаю, что пройдет еще, может быть, поколение, когда у нас это будет нормально. Пока люди боятся начинать любой вид бизнеса, не только сетевой. Это первая часть. Вторая часть связана, конечно, с историей проникновения сетевого бизнеса в Россию и в страны СНГ. Он пришел к нам в наиболее таком диком варианте. Использовались, конечно, не самые экологические технологии, там, тактика высшенной земли. Мы все это достаточно хорошо помним. И у многих вот шок знакомства 20-летней давности с сетевым бизнесом еще остался. На ваш взгляд, каковы преимущества сетевого маркетинга в России сегодня? Сетевой маркетинг является естественным ответом, потому что это возможность построения собственного бизнеса, где основной взнос идет не деньгами, а основной взнос, который человек вносит в создание бизнеса, это его время и его усилия. Инвестиции финансовые минимальные, риски финансовые минимальные. Основные риски перемещаются в другую область, что человек может вложить в это время, а потом обнаружить, что, в общем-то, это не то, чем ему хотелось заниматься. Но огромное преимущество здесь, что человек может войти в бизнес-культуру, пропитаться бизнес-идеологией, и затем уже решить, хочет ли он по этому пути идти, скажем, до конца. И, ну, известно, что очень многие люди, которые начинали в сетевом маркетинге, они потом расширяют свою бизнес-деятельность и становятся успешными предпринимателями и в других видах бизнеса. У 99, там, 9-9% нет стартового капитала, нет навыков. И если они хотят двигаться по бизнес-пути, то для них сетевой бизнес является просто единственной дверью в бизнес-культуру, в предпринимательскую культуру. Крупнейший специалист по бизнесу и личному достижению успеха Брайан Трейси говорит, сетевой маркетинг дает вам проверенную систему успеха, который позволит вам немедленно начать зарабатывать деньги. В понимании многих людей многоуровневый маркетинг – это пирамида. В нашем обществе существуют две структуры. Первая – это корпоративная структура. Дайте подведем пример. Это школа, институт, армия, государство. Как устроена такая структура? Наверху всегда директор. Дальше идут замдиректора. Потом идут старшие менеджеры. Потом менеджеры среднего звена. Ну и так далее. Рабочие, ну и младший персонал. В чем смысл корпоративной структуры? В том, что каждый верхний уровень зарабатывает больше, чем нижний. Вы никогда не встретите в корпоративной структуре такую ситуацию, когда директор будет получать меньше, чем замдиректор. Если бы это в жизни происходило, была бы полная неразбериха. Почему директор может говорить замдиректору, что делать? Потому что он получает больше денег. Вторая структура, которая есть в обществе – это многоуровневый маркетинг. Многоуровневый маркетинг – это, если изобразить эту структуру, то она выглядит как перевернутая пирамида. Большинство людей начинают с равных стартовых возможностей и могут достичь огромного уровня. И количество мест на вершине не ограничено. Вы знаете, как я это называю? Я называю это справедливость. Если я приношу компании больше денег, то я должен получать больший доход. В корпоративной структуре это невозможно. Как бы усиленно я не работал, если я нахожусь на нижнем уровне, я буду зарабатывать всегда меньше денег, чем мой начальник. То есть места на вершине хватит всем. По образованию я педагог, преподавала литературу. Вот 20 лет работала в этой школе, которую очень люблю и профессию свою очень люблю. Ну вот по этой дороге 20 лет. Каждое утро и обратно вечером. Пачка петрадей. Все нравилось. Дети меня любили и любят и помнят до сих пор. И сама люблю профессию, люблю предмет. Ну, когда родился ребенок, пришлось думать о том, чем кормить. И ночами я подрабатывала. Для того, чтобы просто прокормить своего ребенка, чтобы его можно было обуть, одеть. Поняла в какой-то момент, что сколько бы работы я не брала, я никогда не заработаю тех денег, которые мне нужны. Их все время почему-то катастрофически не хватало. И в этот момент мне сделали предложение начать свой собственный бизнес в компании многоуровневой маркетинга. Или, проще говоря, сетевой маркетинга. Сначала отнеслась скептически, потому что никаких навыков ведения собственного бизнеса на тот момент, естественно, я не имела. И никогда себя не ассоциировала с каким-либо бизнесом. Ну, начала, потому что просто некуда было деваться. Я на тот момент была замдиректора школы. С 8 до 4 я должна была быть на работе. У меня тогда был маленький ребенок, я был всего 6 лет. И после работы я занималась именно построением своего бизнеса. Успеха добилась, такого успеха, что позволил мне уйти с работы, с основной работы, через год в компании. Ну, сегодня этот заработок вырос в 3 раза. Сегодня я взяла ответственность на себя, за свою собственную жизнь и за жизнь своего ребенка, когда начала создавать свой бизнес. Бизнес дает возможность жить так, как ты хочешь. Наверное, самое главное – это то ощущение свободы, которое я получила. Я имею не только свободу, но и возможность распоряжаться своим временем, своими деньгами. Сегодня я строю свой день так, как я хочу. То есть я хожу в тренажерный зал, посещаю косметический салон. И самое главное, что я могу быть со своим ребенком столько времени, сколько ей это нужно, сколько необходимо. Зайдя в магазин, я не смотрю на оценники, я смотрю на вещь, нравится она мне или нет. На столе то, что мы любим и то, что мы хотим. Мы ездим отдыхать. То есть я каждый год вожу своего ребенка к морю. Я люблю театры. И я все время раз в месяц обязательно посещаю лучшие театры Москвы. Ну, наверное, будучи учителем литературы, я не могла бы себе этого позволить. Ну вот в этом году я свой день рождения отметила в своем любимом городе. То есть я на один день уехала в Санкт-Петербург и провела так, как я хочу это провести. Это дало мне возможность, конечно, только работать в компании. Я 10 лет посвятил вот этому заведению, вот этому предприятию. Это завод моего города, в который я попал после армии. И я считал, что у меня отличная работа. Работа моя была хороша тем, что у меня было много свободного времени. Я работал, если видно сейчас, в котельной. Свободный от работы времени я занимался другой работой. Для чего? Для того, чтобы у меня было достаточно денег. В одно прекрасное время двух работ, основная и дополнительная, стало мало. Я нашел третью. Но через какое-то время я сделал выводы, что на самом деле я трачу все свое жизненное время на работу и зарабатываю денег, которых мне мало. Это подтолкнуло меня начать собственное дело. Я зарегистрировался как частный предприниматель и начал заниматься совершенно традиционным, совершенно типичным делом. Это покупать товар на оптовой фирме, привозить в свой город и продавать его в розницу через магазины. Это было первое мое дело, которое закончилось довольно-таки быстро. И те деньги, которые я занял на начало этого дела, я потерял. Причиной тому был элементарный форс-мажор. Я начал дело второй раз. И самое интересное, что это дело кончилось так же. Наверное, я был открыт. Именно поэтому мне ничто не помешало принять предложение начать свой бизнес в многоуровневом маркетинге. Мне это предложение сделал мой родной брат. И спасибо ему большое за то, что он мне показал, направил и познакомил с людьми опытными, с командой людей, которые очень успешные в этом бизнесе. И я сделал вывод, что этот бизнес – это тот бизнес, которым стоит заниматься. Ведь бизнес многоуровневом маркетинга, работает по принципу открытых дверей. И любой человек может сюда прийти, так как и я, такой же обычный человек. Сравнивая три этапа моей жизни, я делаю выводы, что работая на заводе, я был наемным работником и жил по сценарию, по плану, который предусматривает, в общем, выжить. Денег платили столько, сколько мне нужно для того, чтобы выжить, чтобы я не ушел с работы. И говорить о какой-то защищенности на том этапе – это совершенно же абсурдно. Могу доказать. Котель, на которой я работал 10 лет, ее закрыли 2 месяца. Люди, которые работали вместе со мной, которые остались там, они стали ненужны и их уволили. А сравнивая с вторым этапом моей жизни – это предпринимательством, моей предпринимательской деятельности, я делаю выводы, что изначально я избрал неправильную стратегию, ибо мои способности и зависимость от каких-то внешних факторов, которые очень сильно влияют, они оказались выше, чем я. Сравнивая третий этап, этап, когда я начал заниматься бизнесом многоуровневого маркетинга, я делаю выводы, что это правильный путь, ибо это и есть бизнес. В моем понимании, бизнес – это действие, которое направлено на создание системы, бизнес-система, которая работает без моего участия, без стопроцентного вовлечения меня в эту систему. Еще один миф, связанный с многоуровневым маркетингом, это то, что многие люди считают, что в этом бизнесе нет больших денег, этим бизнесом занимаются либо студенты, либо какие-то домохозяйки, это небольшие доходы. Давайте рассмотрим, как может зарабатывать дистрибьютор в этом бизнесе. Существует четыре возможности дохода, но, как правило, люди знают о первых трех возможностях, о которых мы сейчас будем говорить, четвертая остается для них неизвестной и непонятной. Вы знаете, понимание именно этой четвертой возможности приведет к вашему обязательному приходу в этот бизнес, как произошло со мной более 11 лет назад. Итак, первая возможность зарабатывать деньги – это экономия. Любой человек может зарегистрироваться в компании многоварного маркетинга, получить номер и брать продукцию для себя дешевле с 30% скидкой. Он может ничего никому не предлагать, бизнесом активно не заниматься, просто экономить для себя. Вторая возможность получать доход – это предлагать продукцию, которой пользуетесь вы своим друзьям, родственникам, знакомым. Здесь вы зарабатываете 30% разницу между оптовой ценой, по которой покупаете у компании продукцию, и ценой, которую компания предлагает как розничную цену. Третья возможность получать доход – это пригласить нескольких своих знакомых в компанию, чтобы они либо экономили, либо просто предлагали продукцию. Этот вид дохода назовем приглашение, обучение консультантов или продавцов. Обычно люди знают о первых трех возможностях, а четвертая остается для них неизвестной и непонятной. Но вот именно понимание вот этой четвертой возможности привело к тому, что я пришел в этот бизнес. Потому что я могу так сказать, что если бы бизнес многоординного маркетинга заключался в том, чтобы можно было просто экономить, продавать, либо нанимать мелких продавцов, я бы этим не занимался. Меня привлекла именно четвертая возможность создания дохода, то есть смысл этого бизнеса. И сейчас я хочу рассказать вам о том, как в этом бизнесе зарабатывать большие деньги. И даже я скажу больше, что в этом бизнесе нет ограничений в заработках. Вы сами можете назначить себе зарплату. Итак, давайте посмотрим. Назовем четвертую возможность. Назовем бизнес многоординного маркетинга. Предлагаю начать объяснение смысла этого бизнеса с той цели, которую мы хотим получить. Давайте представим, что у нас такая есть амбициозная цель. Мы хотим в месяц зарабатывать 4 тысячи долларов. Я пишу 4 тысячи долларов. Что нам нужно сделать для компании многоординного маркетинга, чтобы заработать 4 тысячи долларов? Нам нужно создать товарооборот. Сколько платит компания в четвертой возможности дохода? Это, как правило, 4% товарооборота. Итак, в результате нехитрых расчетов мы получаем, чтобы получать 4 тысячи долларов в месяц, мы должны создать для компании товарооборот 100 тысяч. Вы согласитесь, что это огромный товарооборот. Если предположить, что один дистрибьютор в компании делает товарооборот 100 долларов, то для того, чтобы создать такой товарооборот, нам нужно построить организацию из тысячи человек. Чтобы создать товарооборот 100 тысяч долларов, нам нужно построить организацию из тысячи человек, которые каждый месяц приобретают товаров на 100 долларов. Смотрите, что очень интересная вещь получается. Что этот бизнес из работы с продуктом вот здесь превращается в бизнес по организации людей. На этом этапе возникает два вопроса. Как построить организацию из тысячи человек и как сделать так, чтобы каждый человек в этой организации делал товарооборот 100 долларов каждый месяц. Для этого мы будем использовать известные экономические законы, в частности, закон геометрической прогрессии. Давайте представим, что вы пришли в этот бизнес и пригласили 5 своих знакомых. Ну, обычно здесь возникает вопрос, где искать людей для этого бизнеса? Ну, я отвечу, где и для другого, где и для любого другого вида бизнеса, ну, если вы начинаете традиционный бизнес, где вы будете искать людей, вы будете искать их из знакомых и по объявлениям в интернете. То, что работает для обычного бизнеса, работает и для многоуровневого маркетинга. Ну, предположим, что вы нашли 5 человек, которые поняли идею этого бизнеса и пришли в него как организатора, именно на четвертую возможность построения дохода. Дальше что происходит? Вы помогаете этим 5 людям сделать то же самое, пригласить своих 5 человек. Ну, и вот так вот строится, по такому принципу строится ваша организация от уровня к уровню. То есть, используя вот эту схему, мы можем построить организации любые по численности. Вы знаете, вот когда я вот это понял, что с помощью этого бизнеса можно создавать огромные товарообороты очень быстро, именно количеством людей в организации. И именно задача этого бизнеса – не продавать в одиночку товар, а строить вот эту многоуровневую организацию. Вот здесь еще очень важный вопрос возникает. Как быстро построить вот эту организацию? Как сделать так, чтобы те 5 человек, которых вы пригласили, смогли легко повторить ваши действия и найти своих 5 достойных кандидатов? Конечно же, многие скажут, ну, понятно, что тут на рисунке выглядит все идеально, все очень быстро, все очень просто. Да, конечно же, в жизни все происходит немножко по-другому. Прежде чем найти 5 человек, серьезных людей в бизнес, конечно же, нам придется пройти через множество отказов. Даже насмешек, я бы сказал, по поводу многоуровневого маркетинга, потому что не все люди, то есть, если вы поняли всю гениальность этого бизнеса, это не значит, что это способны понять все ваши знакомые. Поэтому, да, это работа, да, это работа – приглашать, обучать людей. Но чтобы быстро построить такую организацию, нам необходима система. Система построения этого бизнеса. Именно система дает нам ответ на вопрос, как этот бизнес делать. Что такое система? Система – это обучающие семинары, это инструменты для развития бизнеса, это информационные продукты, это сайты, ну и так далее. Все то, что помогает нам рассказывать об этом бизнесе. И знаете, что очень интересно? То есть, когда мы занимаемся первыми тремя возможностями, мы говорим там всегда о продукции компании. Если мы занимаемся четвертой возможностью дохода, мы строим бизнес, мы всегда говорим о бизнесе, а только потом о продукции. Следующий вопрос, который возникает обычно на этом этапе – как сделать так, чтобы все люди, которые приходят в этот бизнес, делали товарооборот 100 долларов? Потому что нам не платят деньги за количество приглашенных людей, весь смысл этого бизнеса построить организацию, чтобы продвинуть продукцию до конечного потребителя. Здесь еще очень важный момент. Чтобы организация работала, чтобы товарооборот из месяца в месяц делался, необходимо выбрать правильный продукт для своего бизнеса. Необходимо выбрать правильную, надежную компанию. Потому что если вы построите организацию, и компания уйдет с рынка, то понятно, что работа будет сделана напрасно. Поэтому очень важный шаг – это выбор компании и выбор продукта, который вы будете продвигать. Вот о том, как правильно выбрать продукт, о том, как правильно выбрать компанию, мы будем говорить в следующем ролике, который будет называться «Выбор компании». вы сможете там узнать, какие критерии существуют выборы компаний. Но единственное, что я вам хочу сказать, что товар должен быть расходуемым. Ну что такое, что является расходуемым товаром? Я думаю, что вы согласитесь, что это продукты питания, средства гигиены, парфюмерия, косметика, витамины. Вот что-то из этой категории, то, что мы используем каждый день в нашей повседневной жизни. И обязательно компания должна быть надежной. Органичений в заработках нет, все зависит от того, как вы построите свою организацию, каких людей вы найдете вот сюда, и, соответственно, каких людей они найдут сюда. Понятно, что здесь речь идет о тех людях, которые воспринимают этот бизнес серьезно и являются организаторами. Ну, по образованию я педагог. И больше 30 лет проработала в системе образования. И работая на основной работе, я очень любила работу, с энтузиазмом работала. И там не 8 часов, а не 12 я пропадала, забывая про семью, про себя. Я поняла, что у меня просто не будет возможности сконцентрироваться и, наверное, начать чуть-чуть для себя. Я подумала так, государству, детям, государству, я долги отдала с полной. Кто отдаст долги, мне со мной. И в 52 года неожиданно для всех я уволилась с работы. Не устраивала перспектива жизни предстоящего пенсионера. Я поняла, что я так не хочу жить. И выбор сделала в пользу индустрии сетевого маркетинга. Меня пригласил мой сын. И я очень так было неожиданно, это для меня, что он меня пригласил. И я подумала, да, надо, наверное, ему помочь. А он мне сказал, мама, посмотри на себя, помоги себе, я как-нибудь сам справлюсь. Вот это меня все перевернуло. Я, наверное, действительно посмотрела на себя и представила, что со мной будет через несколько лет. Я очень тщательно изучила все преимущества этого бизнеса, поняла и приняла их. Уже на третий месяц моей работы, мой доход был равен зарплате заведующим. Через два года напряженной работы, а так я работала всю жизнь, мой доход очень значительно увеличился. Самое главное, я стала распоряжаться своим временем. Ну, что сейчас я имею? Сейчас я пенсионер. И мой ежемесячный доход гораздо больше, чем годовой доход пенсионера. Раньше я жила в маленькой двухкомнатной квартирке, которую кооперативно построила мать моего мужа. Кухня была 5 метров. Я всегда так с горечью думала, что у меня никогда не будет большой кухни, что нельзя будет собраться за большим столом всей семьи, пригласить друзей в большой круг. Сейчас все это поменялось. Мы живем в новой просторной квартире. У меня кухня только 26 метров. Самое смешное или удивительное, что когда будний день, а в час дня мы собираемся то ли завтракать, то ли обедать, все вместе, и нам хорошо вместе, и нормально все. Мы считаем, что это естественный такой момент, что так и должно быть. В нашей семье никто не работает по найму. Меня устраивает домашний бизнес. Я освоила технические средства, интернет – это такая мощная вещь, есть другие средства коммуникации. И я предпочитаю вести бизнес из дома. По словам известного экономиста Пола Зейна Пилзнера, мы находимся на пике домашнего бизнеса и нет никаких признаков для его спада. Работа на дому означает, что вам не нужно ездить на работу, у вас нет начальника, вы сами выбираете, как, когда и с кем вам работать. Пол Пилзнер – это всемирно известный экономист, преподаватель-мультимиллионер, профессор колледжа и автор восьми книг, которые стали бетселлерами. По профессии я машиностроитель, и почти 38 лет, около 40 лет я отдала работе. Это была, в общем-то, любимая работа, где мои знания и мой опыт тоже были востребованы. Но 90-е годы характерны тем, что в обществе, в нашей экономике стали происходить очень большие изменения. Появились богатые люди, появились новые машины у людей, появились красивые дома. И как-то общество разделилось очень резко на два слоя, то есть бедное и богатое. Это было очень видно. И в то время, в 90-е годы, мне было 52 года, была огромная ответственность в это время перед своими детьми. Потому что тот уровень зарплаты, который платил нам государство, он уже как бы не отвечал тем требованиям, потому что уже был достаточно сложен давать детям образование. И я, может быть, впервые начала задавать себе вопросы, а что же дальше? Как жить дальше? Что будет с моими детьми? И, наверное, приглашение в сетевой маркетинг, приглашение вот в этот удивительный, уникальный бизнес я приняла на первых порах очень осторожно. Оно прозвучало от моего племянника. Прошло 9 лет. За эти 9 лет я смогла купить две квартиры детям. Кстати, без ипотеки, без кредитов. Я могу теперь путешествовать по разным странам. Это тоже дает мне сегодня возможность работы в моей компании и в этом удивительном бизнесе. Нет потолка заработка. Самое главное, здесь нету планки вот этой. У меня вспоминается история одного интересного человека о том, как на крыльце одного дома лежала собака. И она очень скулила. Она долго-долго, нудно-нудно скулила и лаяла. Сосед не вытерпел. Он подошел к соседу и говорит, в чем дело, почему твоя собака так скулит и мешает как бы моему сну? На что сосед ответил. Она лежит на гвозде. Как на гвозде? Сними тогда ее с гвоздя. На что хозяин собаки ответил. Ей еще не больно. Вот вы знаете, в этом примере, в этой истории, наверное, вся причина того, что люди сегодня, может быть, неуспешны. Успешный по всему миру автор книги «Семь привычек высокоэффективных людей» Стивен Кови говорит, что сетевой маркетинг – прекрасная возможность для людей использовать свои таланты и увлечения на пути к успеху. Если вы досмотрели до этого места, мне это говорит о том, что вы человек, который стремится к новой информации, человек, который готов воспринимать новую информацию, человек, который готов отказаться от своих стереотипов. Вы знаете, сейчас самое главное, как вы распорядитесь этой информацией. У вас есть несколько вариантов. Я предлагаю просто возьмите лист бумаги, напишите на нем «А», «Б» и «В». Если вы выбираете вариант «В», это вы говорите «нет, спасибо». Если ваш вариант «В», значит, вам нужно больше информации, вы хотите узнать о компании, вы хотите попробовать продукт, либо хотите изучить информацию о многообразовом маркетинге. Если ваш вариант «А», значит, вы начинаете этот бизнес, я вас с этим поздравляю. Позвоните человеку, который дал вам этот фильм, попросите следующую информацию, узнайте о той компании, с которой он работает. Для этого возьмите у него ролик «Выбор компании». С вами был Александр Тележников, и я буду рад, если наши пути пересекутся, буду очень рад работать с вами в одной команде. Должен ли я вкладывать свои личные деньги в товар, занимаясь сетевым маркетингом? Вкладывать свои личные деньги в товар в сетевом маркетинге вам не придется, если только вы хотите сами себе купить эту продукцию для личного использования. Та ситуация, когда человек вкладывает деньги в товар и потом ходит его, продает, это не относится к сетевому маркетингу, это больше относится к прямым продажам. Поэтому компании многоуровневого сетевого маркетинга, они свои товарообороты делают на небольшом личном потреблении каждого участника сети. Из чего будет складываться мой товарооборот минимум в 100 долларов каждый месяц? Ваш личный товарооборот в этом бизнесе складывается из двух составляющих. Я расскажу на своем примере. Лично я в той компании, в которой я работаю, ее продукции я покупаю где-то на 20-30 долларов в месяц для своего личного использования. Плюс у меня есть те люди, которые отказались от моего бизнес-предложения, но они захотели стать моими клиентами. Они видят преимущество той продукции, которой пользуюсь я, и они заказывают у меня. Поэтому мой личный товарооборот в месяц иногда составляет 200-300, иногда 500 долларов. Это просто я выполняю заказы тех людей, которые хотят пользоваться моей продукцией. Если на рынке сетевого маркетинга в нашем городе уже работает много дистрибьютеров, хватит ли мне места в этом бизнесе? Да, действительно, большинство людей, которые сейчас приходят сетевого маркетинга или планируют прийти, они боятся насыщения. Но давайте разберемся. Возможно ли товарное насыщение? Если ваш товар расходуемый, и вы выбрали правильную компанию с расходуемым продуктом, я думаю, что хлебом или зубной пастой насытиться нельзя, поэтому насыщение товарное невозможно. Каждый месяц снова и снова люди заказывают продукцию. Второе. Насыщение в плане того, что не хватит людей, которые придут в этот бизнес. Но ведь люди уезжают, приезжают, происходит движение, так скажем, людей. И еще самое главное, то, что надо понимать, что не все люди, которые пришли в этот бизнес, остаются в нем и, естественно, уходят. Освобождая места более профессиональным и сильным людям, ну, это как везде. Многородний маркетинг не исключение. Все, что работает для обычного бизнеса, как мы говорили, работает и для многоуровневого маркетинга. Поэтому, если вы серьезный человек, профессионально относитесь к своей работе, вы обязательно найдете себе партнеров. Если я начну работать в сетевом маркетинге, будет ли эта работа считаться официальной? Буду ли я платить налоги и отчисления в пенсионный фонд? Да, естественно, когда это для вас бизнес, и вы уже построили свою организацию, вы регистрируетесь как частный предприниматель, открываете расчетный счет в банке, заключаете договор с компанией информационного оказания услуг и каждый месяц, подписав акт приемки сдачи работ, получаете деньги на расчетный счет. Естественно, ваш социальный статус, это индивидуальный предприниматель и все отчисления в пенсионный фонд, в социальное страхование, они, естественно, идут и в дальнейшем вы будете получать пенсию. В чем состоит основное отличие, когда я наемный рабочий или служащий и когда я предприниматель в сетевом маркетинге? Я на примере это расскажу, давайте предположим, я открываю компанию по продаже электроники, традиционную компанию и нанимаю вас в качестве директора в эту компанию. Решаю платить вам 20 тысяч рублей в месяц. Как я принял решение платить вам 20 тысяч рублей в месяц? Наверное, это мое мнение о вас или, я не знаю, стоимость вашей работы. А вы будете работать, наверное, настолько тяжело, чтобы не потерять работу. То есть смысл в чем? Что все равно в этой ситуации создается конфликт между владельцем компании и директором, потому что директор хочет работать как можно меньше, получать больше. А владелец хочет сделать так, чтобы директор работал больше, а платить ему меньше денег. Почему я использую многоуровневый маркетинг в бизнесе, в построении своего бизнеса? Потому что если я приглашаю вас в многоуровневый маркетинг, то я могу предложить вам лучшую возможность, чем в традиционной компании, потому что мне интересно, чтобы вы построили свою организацию, чтобы создали свою структуру и зарабатывали деньги. Мне интересно помочь вам. Компания многоуровневого маркетинга деньгами заинтересовала меня это делать. Чем больше ваш успех, тем стабильный мой доход. Хочу подчеркнуть, что человека, которого я приглашаю в многоуровневый маркетинг, я не выплачиваю ему деньги. А деньги платит нам компания за его работу, ему и за мою работу мне. То есть у нас нет товарно-денежных отношений. Товар он тоже не покупает у меня, он покупает у компании. Моя задача только помогать ему информационно. Будет ли мой заработок зависеть от заработка того человека, который привел меня в этот бизнес? Ну понятно, что огромное преимущество этого бизнеса это неограниченный доход, неограниченный потенциал дохода, неограниченная территория ведения бизнеса. Но многие люди начинают говорить тем людям, которых приглашают, многие предприниматели, что ты сможешь быстро, очень быстро построить здесь бизнес. Конечно же, да, мы видели случаи, когда очень быстро человек зарабатывал большие деньги, но часто это требует упорного труда, упорной работы, целеустремленности. На протяжении года-двух вам придется упорно создавать свой бизнес, только потом вы можете рассчитывать на серьезный доход. От человека, который вас приглашает, ваш заработок, конечно же, зависит, в каком плане, если он профессионален и будет вас профессионально обучать, профессионально помогать вам строить ваш бизнес. Вы не получаете процент от зарплаты человека, который вас приглашает. Вы напрямую получаете деньги от компании, которые заработали за тот товарооборот, который для нее создали. И ваш человек, который вас приглашает, ваш партнер, он тоже получает деньги за свой товарооборот. И часто можно видеть ситуации, когда человек внизу, вот, например, у меня есть ситуация в моей организации, когда человек в моей структуре, которого я лично пригласил, зарабатывает больше денег, чем я, потому что он более профессионален, более опытен и создал больше организаций, чем у меня. Не потеряю ли я заработок, если человек, который привел меня в сетевой маркетинг, уйдет из этого бизнеса? Ваш доход независим ни от кого, он зависит только от вас, потому что вы независимый дистрибьютор, заключаете вы контракт с компанией и гарантом получения денег является компания. Ну, естественно, здесь очень важно правильно выбрать компанию, правильно выбрать продукцию для своего бизнеса. Самое главное, чтобы компания была надежной, официально зарегистрированной. Ответ на этот вопрос мы даем в ролике «Выбор компании». Если я, состоявшийся предприниматель, и начинаю заниматься сетевым маркетингом, не пострадает ли мой имидж? Ну, такой вопрос, он уместен тогда, когда человек сомневается в идее этого бизнеса, когда он не совсем понял преимущества, либо не совсем увидел преимущества продукции, которую выбрал в качестве, скажем, продукта для своего бизнеса. Поэтому ему надо еще раз изучить идею этого бизнеса, еще раз разобраться в концепции этого бизнеса. И тогда, я думаю, что вот этот вопрос сам собой решится.